Всем привет! Мои хорошие, начинаю новый влог. Хотела уже без вас начать, но решила, что нужно все-таки вам это показать. Что сейчас будем с вами делать? Будем делать с вами желатиновую масочку для волос. И будем сегодня тестировать с вами уход от леката. Я взяла от леката. От Эвелин. Я взяла вот такую масочку, еще одну блестящую нашла у них. Помните, мы до этого с вами делали розовую, меня поразил прям вау-эффект. И вот такой вот гипоаллергенный мультипитательный крем для кожи вокруг глаз лифтинг эффект. Он у меня еще, видите, заследированный, запечатанный. Все тоже будем сегодня с вами тестировать. На него очень хороший отзыв. Итак, поехали. Я помыла волосы и развела уже желатин. Девчонки, вот в тарелочке. Видите, желтенький такой. Одну пачку, по-моему, 10-граммовую. Развела сначала в холодненькой воде, поболтала, поболтала. И потом поставила в микроволновку секунд на 10-15, чтобы это все дело подогрелось, побыстрее растворилось. Я до этого делала и на водяной бане, и подогревала на газу, да, но сейчас просто побыстрее. Какая разница, желатин, он и в Африке желатин. Беру вот такую маску от Леката. Маска антистресс-увлажнения у Леката. Очень крутой уход за волосами. Мне очень нравится, девчонки. Прямо у меня в фаворитах. У меня здесь не сильно много. Я, наверное, сейчас вот это все и забабахаю. И даже для удобства сейчас желатин, наоборот, перелью вот сюда вот в маску, в банку прямо. Ай, желатин-тотек по машинке. Так. Надо его быстрее стереть, девчонки. Это он потом застынет, его хрен ототрешь. Готово. И вот в баночке у меня плавает желатин. Как следует его с вами размешиваем с масочкой. Мне кажется, у меня кот скребется в ванную. Макс. Максик, это ты? Ну, заходи. Заходи. Заходи, что-то иди сюда. Иди скорее. Запаниковал там один мой маленький. Скажи, закрылась от меня в ванной, да? Закрылась от меня в ванной и не открывает, что-то там делает. Поздоровайся. Скажи, привет. Вот он. Все, иди. Дочь-любимица его ушла в школу. Он скучает по ней прям. Раньше это был чисто мой кот. Только меня любил. Со мной спал. На мне спал. Сейчас у них с дочерью любовь. Они играются. У них приблизительно один возраст. Я так подозреваю. Коту два. По человеческим меркам как раз, наверное, лет семь. Они вместе играются. Он ее с утра будит, целует, лижет ей волосы, чтобы она проснулась, его накормила. Потому что нас, наверное, побаивается будить. Получит, потому что люлей. Ее будет. Они вместе тихонечко встают, идут на кухню, играются, пока мы спим. В общем, у них сейчас такая любовь. Она, когда в школу уходит, он прям так ждет ее, так ждет. Она, когда возвращается, все, у нее счастье. Как собака. Все, размешала. Сейчас мы это дело все с вами будем наносить на волосы где-то на полчасика. Я уже делала такую процедуру не раз. Мне очень нравится. Забываю периодически про нее. Сейчас вот вспомнила. Надо опять сделать. Тем более после того, как волосы были окрашены и повреждены. Такая масочка получается тепленькая. Тем более после того, как волосы повреждены, это очень хороший уход. Я вам периодически его показываю. Давно уже не показывала. Может, кто-то из девочек не видел. Мне нравится. Волосики потом, ну, дней 10, выглядит нормально. Такую маску можно с желатинчиком делать раз в 10 дней вроде как. Я думаю, она и чаще не повредит абсолютно никак вашим волосам. Волос становится плотнее, сглаживается, и в то же время девчонки становятся плотнее. Очень интересный эффект такой от желатина. И эффект ламинирования получается. В то же время создается ощущение, что у вас на голове больше волос, потому что они как-то уплотняются. Так. У меня прям много маски, слушайте. Развела я себе. Как следует все волосики сейчас покроем. И под шапочку, либо пакет. У меня в этот раз пакет, потому что мне лень искать свои шапки. Куда-то я их задела, они у меня где-то лежали. Можно потом еще для верности прочесать гребнем широким, да? Но я так не делаю. Боль. Сзади как следует. Как следует прям все промазала. Одеваю пакет. Ушел шучу. Чтобы волосы нам не мешали. Можно, кстати, такую маску даже несколько часов носить. Эффект будет еще круче. Можно и феном прогреть. Так, и все это дело сейчас заколю. Вот этот хлоп-хлоп. Или подзаправлю. Даже заколка, в принципе, не нужна. Закрутила. И подзаправила. Вот. Красота страшная сила. Девчонки, мне идет быть лысой. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, все. На лице у нас нету маски. Нету. Сейчас будем делать с вами очищение. Чем будем делать очищение? Наверное, вот такой вот минеральный от Асикюм пудрой. Для умывания. Сейчас я ее умоюсь. Мы с вами тестировали эту косметику. У меня такое ощущение, что у меня там все разваливается. Лучше заколоть, наверное. Заколол. А то что-то как-то не айс. Нам нужно с вами намочить муки. Хотя нет, девчонки. Знаете, что я хочу? Хочу вот это минеральное умывание. Оно более жесткое. И надо добивать. Уже мне тут баночек скопилось. Я сейчас стараюсь все добивать. Добивать, добивать. Хотя бы на тело там. На руки. Такая землистая консистенция. Я вам уже показывала это минеральное умывание. Забыла производителя. Господи. На обзор присылали, девчонки. И что самое интересное, не написан производитель на тюбике. Да. Би-да. Био-бьюти или нет, не помню. В общем, это такая земелька с большим количеством мелких угловатых частиц, которые чувствительную кожу могут травмировать. Но мне нравится. Глубоко очень очищает, действительно. Там в составе много минеральных компонентов. Это натуральная косметика. Надо добивать. Уже давно стоит. Мы таким образом очищаем наше с вами лицо. Вот. Очень глубоко очищает. Лицо потом краснеет. Классно. Мне нравится. Потом будем с вами делать масочку от Аверлина. Посмотрим, какая же ли она крутая, как розовая была. Потому что от розовой я прям в восторге. Интересно теперь протестировать черненькую. Так, все смываем. Не могу вот не пакет на себя смотреть. Прямо ржака. Все смыла, девчонки. Минеральное умывание. Так, и сейчас будем с вами наносить масочку. Вот она. Нам нужна кисточка. Вот как она выглядит, девчонки. В подружке точно есть такие маски. Вот розовую, прямо из этой серии, блестючую. Вам очень рекомендую. После нее лицо просто нереальное. Unreal. Сияет вообще и подтянутый. Супер. Так. Это пленка. Это маска-пленка, да? Нанесите равномерно тонкий слой маски на сухую кожу, избегая области вокруг глаз и губ. Полностью высыхаем, аккуратно снимаем. Пленочка. Один-два раза в неделю. Текст. Похожую маску с вами недавно от Миксит тестировали. Но от Эвелин, честно, мне понравились они гораздо больше, чем от Миксит. И бюджетней, и эффект. Вообще. Так. С пертиком попахивает немножко. Чем-то таким ядрененьким. Так. Она у нас с блесочками должна быть тоже, девчонки. А где блески? А, они такие мелкие, они прям там практически не видны даже, наверное, вам. Я их не вижу. Тонким слоем. Это как сказать. Так. Ну, если будет эффект как от розовой, все, я конкретно подсаживаюсь на маске Эвелин. Есть блесочки, но они такие мелкие, что их практически не видно. А вот звезда какая-то под глазом появилась. Все, нанесла. Я стала еще прекрасней с этим пакетом. Вот таким вот образом. сейчас будем ждать, пока высохнет. Видите, кое-где видны блески, кое-где видны звезды. Вот такая вот она красивучая. Надеюсь, эффект будет хороший. Все, хожу, пока маска не высохнет, потом к вам возвращаюсь. Знаете, что хочу, девчонки, сделать? Еще вам засвечивать, наверное, шторы мои. Вот. Сейчас уже светло и светлеет рано. И у меня пупс по выходным так рано встает. Она у нас, конечно, не будет. Никогда, наверное, с году. Она встает, тихонечко сама играет. Но, тем не менее, солнце бьет прямо в глаз. И я хочу, знаете, что сделать? Я хочу, в общем, у меня это портьеры, я вам показывала, я заказывала их. Так. Том дом. Да, в магазине. Портьеры классные, крутые. Ко мне теперь все, кто не заходит, говорят, ой, какие у тебя шторы. Вот так на ней засвечивает, да? И тут снизу вот такая штора, а сверху еще вот такая. И она присборенная у меня. С одной, с другой стороны. Я хочу теперь вот эту снять и повесить ее рядом. То есть, чтобы мы на ночь могли зашторивать. Я брала специально сильной плотности шторы. Вот это еще кое-как солнце просвечивает. Вот это вообще плотное. Здесь подклад даже есть. Но очень плотное, она не будет просвечивать. И я хочу их, короче говоря, вот так, девчонки, повесить, чтобы мы могли все это дело зашторивать. Вот. Я сейчас это воплачу в жизнь, пока маска засыхает, и вам покажу. Фух, девчонки, закончила. Вот что у меня получилось. Если шторы зашторивать, то есть, все, можно от утреннего света спрятаться. И если их раздвинуть, у меня есть еще вот такие прихватки. Сейчас я попробую, как это все дело будет смотреться. Покажу вам. Вот так вот все это дело смотрится, если прихватить на день. То есть, в принципе, полноценно. и можно уже на ночь все это дело зашторивать, чтобы была темнота от солнышка. Красота. Дело сделано. Масочка тем временем засохла. Давайте снимать, смотреть на эффект. А, сейчас выставляет классно. А, нет. Знаете, такая средняя, нет. Ну, есть, конечно, есть эффект филинга. А какие она нам функции обещала? Очищающая, регенерирующая, гомомелис, активированный уголь, камелия. То есть, и уложнение, и очищение, и питание. И восстанавливает баланс кожи. Так, сейчас посмотрим. Давай только снимайся одним кусочком, пожалуйста. Ага, молодец. Ох. Ну, не одним, конечно, кусочком снялась почему-то. Это знаете, что блёсточки почему-то остаются. Блёсточки. Так, что смотрим? По факту. По факту, девчонки, кожа мотированная, очищенная. Слушайте, пор вообще не видно. Я в шоке. Пор вообще не видно. Они настолько чистые и суженые, это прям шок. Вообще круто. У меня такое было один раз, и то даже не настолько. а точнее от одного продукта. Это маска Фоберлик Эксперт с красным крестиком, да? Два в одном, которая от чёрных точек. Их вообще не видно. Вообще. Я, конечно, не уверена, что этот эффект продержится долго, но тем не менее, их не видно вообще. Лицо очень чистое, матированное и ровный тон, то есть пор вообще не видно. У меня очень широкие поры в этой зоне, на самом деле. И тут у меня случился шок. Так что класс. Розовая маска крутая в плане того, что кожа сияет, тон ровный, здоровое сияние выглядит потрясающе. Чёрная вот эта масочка, она безумно круто работает с порами вообще. Просто супер, девчонки. Маску рекомендую. Для тех, у кого проблемная жирная кожа, прям рекомендую. Так круто поры. Вообще, мне ни одна маска не убирала. Даже Фоберлик вот эта вот чуть послабее, хотя она у меня была вот именно в работе с порами в любимчиках. Сходила за патчами в холодильник, хочу ещё сделать патчи корейские у меня, девчонки, от Хемиш. Вы говорите, я вам не показываю корейский уход. Вот. У меня его много на самом деле. Но просто я не могу сказать, что я прям в диком восторге от корейского ухода. Он классный, он крутой. Но меня в том же плане устраивает и уход от Фоберлик. То есть он тоже классный, крутой. Там много новинок всегда выходит, всегда хочется тестировать. А так корейского ухода у меня на самом деле очень много. Сейчас мы с вами нанесём сыворотку от Джамисо, корейская, мультивитаминная. Она тоже очень классная. И патчи ещё хочу одеть. Одеть. Поносить. Да? Вообще всё, что мне присылали на обзор на сайт Style Korea. Мы сотрудничаем уже не первый раз. Мне кажется, у меня тут остались чёрные усы от маски. Вот. Мне всё нравится, девчонки. Абсолютно всё. Абсолютно всё подходит и нравится. после масочки. Вот это от Эверин хочется немножко увлажнить. Ну, ка-нибудь пойму. Что-то какая-то зона над губой у меня почернела. Усики окрасились. Немножко спонжиком вытру. Ну, всё нормально. Так, и сыворотку. И сыворотки классные. Я могу сказать, что для моей кожи подходят. Прям работающие продукты. И Джамиса, и Хемиш, и Коср-Х. Вот эти бренды мне очень нравятся. Корейские. Я с удовольствием ими пользуюсь. Так, и теперь патчи. Я не каждый день делаю. По мере необходимости. Сейчас вот какие-то припухлости есть. Они вот так выглядят. Да, это Хемиш. Вот так. Девчонки. И тут есть лопаточка. Достаем с вами. Они пропитаны нормально. Могут чуть-чуть съезжать. Можно промокнуть. Кто-то мне писал про патчи Фаберлик, что они прям съезжают. И съезжают, и съезжают. Но вообще по-хорошему, девчонки, патчи нужно, когда одел, лечь. Не надо с ними ходить, чтобы они оттягивали века. Но мы же женщины такие, как мы можем лежать 10-20 минут, когда за это время можно какие-то дела переделать. Правильно? Вот сейчас я шторы повесила, поменяла. Я знаете, что еще хочу на лоб, девчонки, патчи. Что-то у меня морщина какая-то стала, видите, ярко выраженная. Я хочу еще на лоб. Что-то солнце стало рано вставать, и я встала рано вставать. Нет бы поспать. Ребенка в школу сегодня проводила, можно было поспать. Но зачем? Зачем спать? Надо раньше ложиться. Хотя я временами в 10-11 засыпаю, но немножко пониже. Даже вот так вот. Но бывает и в 12, вчера вот и в первом часу. И когда я заметила, спишь меньше 7-8 часов, у меня, по крайней мере, так, то все сразу вот морщины, которые есть, они становятся виднее. Если спишь 8 часов и больше, то все, все отлично. Коже нужен сон, в первую очередь, девчонки, конечно. В первую очередь коже нужен сон. Так, все. Сейчас я с этими патчами похожу. Ламинирование все равно еще долго держать. И потом будем с вами наносить кремшки, тестировать крем от Эвелин вокруг глаз. Я прям про него много так отзывов читала и в инстаграм, и везде хороших. Очень интересно его попробовать. Вот такие дела. Конечно же, я сейчас с патчами не лягу, пойду мыть полы. Да. Будем снимать уже патчи. Минут 20 уже хожу с ними. Кстати, они очень хорошо работают, мне нравятся. Смотрите, прям при пухлости убрались под глазками. Ну-ка, с морщинкой что? Ну, поровнее вроде. Ничего так неплохо. И буду сейчас смывать, наверное, девчонки волосы уже пора, хватит. Сейчас я выхожу. Будем делать дальше уход за лицом. Ну что, распечатываем кремушек от Эвелин вокруг глаз. Когда смываешь маску с волос, уже чувствуется, что волосы стали гораздо плотнее, толще. Так. Вот так, девчонки, выглядит. Эвелин. 94% натуральных компонентов гипоаллергенной мультипитательной с лифтинг-эффектом. 6 формул гиалуроновой кислоты. Разглаживает морщин, уменьшает темные круги и отеки. В том числе для чувствительной кожи. Здорово. Тут еще, смотрите, так запечатано. Так. И вот он в такой большой коробочке вот такой малыш. Но не сильно маленький. Знаете, сколько объем? 20 миллилитров. То есть не совсем малышка десяточка, да? А такой достаточно хороший объем. Такой вот носик. Тяжело, достаточно выдавливается. Уже понятно, что кремушек такой плотненький, да? Так. Приятная андошечка такая. Да, он плотный. Я люблю такие крема. Вот как и Варио Фоберлик. Плотный тоже такой. Мне такие больше нравятся. Крема вокруг глаз. Они очень хорошо питают. Не люблю как водичка, девчонки. Пахнет приятно. Какой-то цитрусово-цветочной одушкой. Консистенция очень питательная. Прям питательная. Разглаживает сразу. То есть вот допустим, даже если верхний век взять, разглаживает сразу. Все гладенькое сразу. Классно. Слушайте, не зря, не зря на него такие хорошие отзывы. Сейчас еще на лбу морщинку. На лбу и вот тут чего уж там. Мелочиться. Носогубочки пройдемся. Прям, да, такой питательный. Питательный, плотненький крем. Но его не чувствуешь все равно на лице. Он не создает пленки. Вот видите, она вот нанесла. Разницы никакой. Никакой пленки, никакого утяжеления я от него не чувствую. Носогубочки. Так. Слушайте, ну классно. Пока нравится. Очень нравится. И на все лицо нанесу еще Айсиул Фаберликовский Алоэ Вера. Такой зелененький. Под увлажнитель немножечко. Так. Так, 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 так. Кожа моя сегодня будет довольна. Хороший. Хороший уход у нас с вами получился. Просто отлично. Вот эффект отмазки. Пока пор не видно. То есть они обычно эти эффекты все временные, да, делаем. Если регулярно, то все отлично. Но, как правило, поры возвращаются потом в свое исходное состояние, потому что это генетика. Все отлично. Отлично, девчонки. Крем для глаз пока прям очень нравится. Действительно. Даже на верхнем веке складки пропали. Здорово. Довольно. Молодцы. Эвелин уход у них прям последнее время радует. На самом деле. Крутой. За бюджетную цену такой хороший уход. Молодцы. Так, все. Сейчас, девчонки, еще лицо немножко пройдусь кварцевым массажером, потом волосики посушу и покажу вам эффект от ламинирования. Ну что, девчонки, посушила волосы, точнее, они у меня высохли естественным путем. И я уже сухие немножко придала им форму обычным феном, даже не фен-щеткой. Потому что фен-щетка сейчас запаяла бы кончики, я бы вам не передала результат от ламинирования. ламинирования, да, с желатином. Смотрите. Они стали толще, они стали объемнее, они вот сглаженные по всей длине и гладенькие вот прям вот. Смотрите, видите? Естественно, блеск. Все просто супер-пупер. Надо почаще делать. Всегда себе говорю, надо почаще делать маски с желатином. Чего ты забываешь? Нет, все равно забываю. Сейчас, кстати, цвет прикольный. Мне прям нравится. Вот он подсмылся. Последний раз, когда мы с вами красили 7,1 плюс 8,1, да, было как-то темно. Темновато цвет получился. А сейчас вот он подсмылся. Тут несколько помылок. И прям вот самое оно мне нравится. Пока в таком цвете буду пребывать. Сейчас покажу вам еще на балконе, где освещение побольше, солнышко. Смотрите, девчонки, при естественном освещении вообще красотища. Волосики блестят, они плотные, они такие вот, знаете, толстые. У кого тонкие волосы, прям желатиновая маска это ваша тема. Это прям просто спасение, мне кажется. Да, да. Точно, абсолютно точно. Как мне в тенечек спрятаться, девчонки, чтобы с вами попрощаться. Ладно, будем прощаться на солнышке. Надеюсь, мой влог был вам интересен и полезен. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok